Дорогие друзья, благодарим вас, что остаетесь в нашей компании. Информационный марафон Freedom на телеканале Юэй продолжается. Сакена Ибурзаев, я Лейла Мамедова. Действительно, благодарим вас. Мы же продолжим. Еще есть несколько тем для обсуждения. А сегодня, на самом деле, очень важно говорить спасибо всем иностранцам, которые помогают украинцам с первых дней войны. Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД Украины совместно с креативным агентством Banda Agency и певицей Джамалы презентовали видеоролик «Благодарность странам-соседям за неоценимую помощь народу Украины». Это начало кампании, в рамках которой каждый украинец может поблагодарить тех, кто поддержал нашу страну с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подробнее расскажет Лада Цуркан. Более 9 миллионов украинцев были вынуждены покинуть страну с начала полномасштабной российской агрессии, сообщают в ООН. Тогда многие страны мира заявили о готовности принять украинских беженцев. Ближайший сосед Украины Польша приютила больше миллиона 200 тысяч человек. Около 900 тысяч нашли убежище в Германии, 391 тысяча в Чехии. Чуть более 80 тысяч украинцев до сих пор остаются в Молдове, Румынии и Словакии. Женщины, детей, стариков, младенцев и даже домашних животных приняли как своих. Волонтеры и социальные работники встречали на границе, помогали добраться до места, оформить документы и выплаты. Многие украинцы нуждались в психологической и медицинской помощи. И получили ее. А обычные люди пригласили их в свои дома. Просто сказали, что вы можете жить здесь столько, сколько хотите. По сути, они приняли нас просто как родственников. Ничего не жалеют. Реально, семья. Это кадры из видеоролика, название которого с английского можно перевести как «Спасибо, добрый незнакомец». Это результат совместной работы украинского МИДа, креативного агентства банда Agency и певицы Джамалы. Цель компании, которая началась с этого видеоролика – поблагодарить всех, кто открыл свои сердца украинцам. Песня полна надежд на светлые и теплые дни. Такие обычно наступают после самых темных ночей в нашей жизни, в истории. «Сэнкью, Стрэнджер» для меня – это благодарность миллионам жителей соседних стран, которые открыли свои дома и сердца в течение полномасштабного вторжения России в Украину. Джамала – певица, обладательница награды за выдающееся лидерство артиста от Атлантического совета США в 2022 году. С начала полномасштабного вторжения России в Украину десятки стран ввели секторальные и персональные санкции против страны-агрессора. Иностранный бизнес покинул или покидает Россию. Европа постепенно отказывается от российских энергоресурсов. Все это означает, что стране-агрессору последовательно перекрывают возможности и дальше финансировать войну в Украине. Приблизительно бюджет государства-агрессора получает ежегодно порядка 350-400 миллиардов долларов от операций по экспорту энергоресурсов. Приблизительно Россия уже в текущем году недосчитается 20% своей выручки. А это составляет примерно 70 миллиардов долларов. Впервые со времен Второй мировой войны США приняли закон о ленд-лизе, чтобы оказать Украине значительную военную помощь. Пока же Украина продолжает получать вооружение в рамках программ, которые не предполагают возврата средств. Европа тоже поставляет Украине вооружение и поддерживает украинскую экономику. Украина недосчитывается миллиарды долларов ежемесячно в бюджет. Та помощь, которую Украина получает, она, конечно, очень существенна. Просто потому, что украинская экономика не может нормально работать, пока продолжается война, пока продолжаются ежедневные обстрелы украинских городов. Многотысячные митинги и акции в поддержку Украины проходят во всем мире. Миллионы людей пожертвовали свои средства для помощи пострадавшим украинцам. Самые известные люди планеты призывают противостоять России в войне против Украины. И за все это украинцы говорят. Спасибо, добрый незнакомец. Лада Цуркан специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Вы также можете присоединиться к компании, которую инициировал украинский МИД. Для этого нужно перейти на сайт Jamala UA и заполнить форму. А Jamala исполнит фрагмент сингла специально для вашего адресата или отправит ему открытку в Инстаграме. Также предлагаем прямо сейчас посмотреть интервью с украинской певицей, сочинительницей Jamal'ой, которое накануне записал наш коллега Денис Пахилов. Информационный марафон Freedom продолжается. Спасибо, что вы остаетесь в нашей компании. Да, будем далее говорить о том, как Украина благодарна миру за ту поддержку, которая уже есть украинскому государству. Вот одни из примеров, как можно сказать спасибо. Мировому сообществу эта компания, которая называется Thank You Ukraine, Thank You Stranger, точнее, Министерство иностранных дел Украины вместе с креативным украинским агентством Banda Agency презентовали компанию. Благодарность абсолютно всем странам, соседям за помощь народу Украины. В том числе в рамках этой компании новый трек записала и звезда украинской мировой сцены Jamala. Называется трек Thank You Stranger. Вот, кстати, сейчас на ваших экранах видео от креативного агентства Banda. Невероятное просто. Призываю вас всех посмотреть его на YouTube-канале. Banda – это те небольшие отрывки из жизни украинцев, которые были вынуждены переехать в другие государства. Из-за начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Вот это видео, герои которого вспоминают моменты с начала войны, пути выезда за границу Украины, доброту иностранцевых, гостеприимство, жизнь в новых условиях и, конечно же, мечты вернуться к себе домой. Джамала – украинская певица, сонграйтер, обладательница награды за выдающееся лидерство артиста от Атлантического совета США в 2022 году. Вы сейчас с нами на связи. Джамала, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот эта компания «Thank you, stranger», почему вы решили стать ее частью? Какой ваш посыл непосредственный в этой компании? С 24 февраля с утра, как большая часть украинцев, когда Россия на нас напала, я была дома со своими маленькими детьми и, конечно, переживала невероятный шок. В этот момент я понимала, что во мне родилось что-то новое, во мне родилась вот эта вот жажда вернуться в тот момент, когда наша жизнь была другой. Мы были дома, встроили планы, мечтали, а не то, что мы сейчас действительно каждый день боремся за наше право жить. В наших домах защищаем, закрываем наших детей своими телами и так далее, и так далее. Все эти ужасы, которые происходят с нами. Когда я оказалась 28 февраля, я оказалась в Стамбуле у своей сестры, в этот же день я собрала большую пресс-конференцию для всех медиа и, можно сказать, я открыла свой фронт, культурный фронт, в котором я по сегодняшний день не перестаю давать интервью, выступаю. Это разные организации, фонды, проекты. Я даже не, честно говоря, мы с командой пробовали их сосчитать, это уже будем, знаете, считать, когда мы победим. На самом деле это огромное, вот уже 24 августа будет ровно полгода. За эти полгода вы даже себе не представляете, какое количество людей работало, помогало, ну, то есть это волонтеры, опять-таки организаторы, просто люди, которые приглашали в дом, просто люди, которые давали одежду моим детям лично, там, приносили в Стамбуле пакеты вещей, которые мои дети носят сейчас. Это огромное количество людей, которых хочется обнять и сказать им спасибо вам огромное, спасибо, что вы люди, спасибо, что вы сочувствуете и понимаете, как это быть сейчас вне дома. Это ничего общего с тем, когда ты приезжаешь просто в гости. Да, у меня в Стамбуле сестра, но это совершенно ничего общего с состоянием, когда я ехала к ней с детьми после начала полномасштабной войны. Я люблю путешествовать, но это тоже ничего общего с тем, когда ты приезжаешь в новый город, и там по плану у тебя пойти по музеям, там увидишь что-то новое. Ничего общего с этим. Ты думаешь, что сделать, куда пойти, где посольство, где выйти, сказать, где собрать. Я не знаю, ты думаешь о том, как приблизить своё возвращение. Извините, насколько это, как это звучит, может быть, эгоистично. Но да, ты каждый свой день посвящаешь тому, что как бы тебе вернуться домой, как бы нам победить и вернуться домой и жить своей жизнью. Поэтому сейчас я могу сказать, что моя жизнь разделилась абсолютно точно до и после. Хотя для меня война началась с оккупации Крыма и с оккупации Донецка и Луганска. То есть для меня это уже восемь лет и полгода. Поэтому я могу сказать, что свою борьбу я не прекращаю. И для меня важно, что в этой борьбе я абсолютно не одинока. Очень огромное количество людей, публичных, артистов. Не знаю, каждый, знаете, своим способом. От больших масштабных таких, как, например, Coldplay, Imagine Dragons, выходят на свои концерты, говорят, стинг, поют, собирают деньги, до вообще обычных людей, волонтёров, которые посвящают сейчас свою жизнь тому, чтобы накормить, собрать посылки, передать. И вот так сейчас происходит их жизнь. Поэтому каждому из них хочется сказать абсолютно такое честное, чистое спасибо. Ну, я, наверное, сейчас немножко отойду от темы самой кампании. Вы говорите о восьми годах и полугода. В каком-то смысле я вас понимаю. Я из временно неподконтрольной территории Украины, город Алчевск, Луганская область. Я могу сказать, что ваша песня «1944» была в то время, в 2016 году, не только гимном крымско-татарского народа, таким вот высказыванием о свободе, необходимости свободы, необходимости процесса деоккупации, об истории народа, глубинной истории этого народа. В каком-то смысле, наверное, это была песня для всех нас, тех людей, которые остались без своего дома, благодаря агрессии Российской Федерации с 2014 года. И как вы считаете, как вы чувствуете, сейчас эта песня, она приобрела новые смыслы? Если да, то какие именно? Да, к сожалению, она приобрела новые смыслы. И тогда, когда я её писала, я писала её о боли своей прабабушки, потому что я жила всё детство с этой историей, с этими переживаниями, с этой болью. Конечно, я, как каждый тинейджер, вначале меня это и раздражало. Но почему, садясь за стол, мы должны говорить о голоде? Почему, садясь за стол, мы должны говорить о том, как советские солдаты тогда убивали людей и погружали их в товарные вагоны? Конечно, я не могу сказать, что я в детстве прямо всё это понимала и так далее. Но с годами я понимала, зачем это всё. Потому что я точно знаю и знала, откуда мой род, откуда, это, знаете, внутренний стержень, когда ты точно знаешь, какого ты рода и племени. Вот поэтому я написала эту песню. И в тот момент мне её, правда, было очень больно петь, потому что как раз это был 15-й год. И я вначале её отложила. И долгое время её, даже эту демку, скажем, не переслушивала. А потом в 16-м году, когда мне предложили поучаствовать в национальном боре Евровидения, то я действительно подумала, что если у меня есть история, мои личные переживания, ну, возможно, это будет никому неинтересно, но всё равно я должна это сделать как творец. Потому что для нас, для людей искусства, это правда, признание важно, но важно всё равно говорить всегда то, что тебе болит своим способом. Кто-то делает скульптуры, кто-то рисует картины, а я пишу песни. И поэтому для меня это был мой способ. И в 16-м году, как мы знаем, Европа проголосовала, и жюри проголосовала. Это одна из тех песен, которые действительно сейчас там входят в пятёрки лучших за всё время Евровидения и как музыкальное произведение. И часто её поют, и звучит она на маршах, на прайдах, как действительно песня борьбы, песня борьбы за справедливость. «We could build the future where people are free to live and love the happiest time». И, конечно, сейчас, когда в 22-м году каждое слово, когда приходят, убивают и говорят «мы не виноваты», звучит просто страшно от того, что, когда приходят чужинцы, как это, чужинцы, как вы, в принципе, спели. В этой песне вы «Strangers» спели, как раз, собственно, для нас они другие люди, граждане России. Да, другие на страх. То есть это получается, что я сейчас, когда её пою, это ещё больнее меня, потому что каждое слово звучит настолько реально, настолько правдиво, что даже не можешь поверить, как это может продолжаться уже такое количество времени, что на самом деле не меняется в советском, в русской политике, в российской политике, не меняются, как это вы помогите, способы. Всё то же самое. Оболгать народ, сказать «ага, всё, предатели и фашисты под этой гидой, сделать чистку, убить, переписать историю, рассказать, так и было, мы молодцы, мы всех спасли». Это просто потрясающая наглость, которой нет конца и края. Вы знаете, ещё одна наглость, наверное, которая распространяется, к сожалению, ещё и международно признанными СМИ, это тезис, такое мнение якобы о том, что Европа, весь мир, он устал от украинцев, он устал от поддержки и многое другое. Ваши слова, ваши непосредственно семье, они резонируют с этим тезисом и очень сильно. Что говорят вам ваши коллеги-артисты, обычные слушатели, когда вы выступаете? С какими словами они к вам обращаются, о чём вы, собственно, говорите? Ну, смотрите, я могу сказать, опять-таки, только о своём опыте. Вот более 20 стран, которые я объездила, это и Америка, и почти вся Европа, Франция, Испания. Это огромное количество действительно людей, встреч и пересечений. Вот, например, даже, вот возьму такой вот, там, какой-то вот концерт, который на, в котором есть несколько участников, там, Бирмингеми, Эд Ширан, Камил Камбилла, Грегри Портер, Палама Фейс. И вот каждый из них, каждый из них подходит, рассказывает о том, что их друзья или кто-то из их близких, или их, кто-то из их команды приняли семью, они помогают, собирают, то модел говорит так, что нужно помогать, где нужно, что нужно участвовать. Потому что люди, которые видят откровенную несправедливость, что на глазах у всего мира посреди белого дня в 22-м году, в 21-м веке происходит абсолютный беспредел. И если позволять этому происходить, если сказать, это не моя тема, я не политик, это не моё история, тут вообще даже сейчас не идёт речь, никто не политик, никто не политик. Ну, я честно говорю, что я бы никогда в жизни не хотела, условно, когда я прихожу на шоу College Tour в Нидерландах, и мне спрашивают, у вас сейчас есть возможность обратиться к премьер-министру Нидерландов, что вы ему хотите сказать? Я никогда не думала, что я, как автор песен, певица, буду говорить, обращаться, благодарить за оружие, говорить, что вы понимаете, что мы действительно сами сейчас защищаем свою землю. Сами. Да, Европа помогает детям, женщинам, людям старшим, где-то это, но относительно земли, нашей территории, это наши мужчины, это наши женщины, они своими телами закрывают нашу родину, понимаете? Как бы это сейчас пафосно не звучало, но это факт. Мы защищаем своё право жить на своей земле. В 21 веке, когда, казалось бы, всё прописано территориально, там в политическом ключе, всё всем понятно, тут живут испанцы, тут живут итальянцы, тут живут дети, все вроде как договорились во всём мире. Только у нас сосед, который не знает правил, не хочет их слышать и понимать, и действует только по-своему, и доказывая о своём имперском величии. То есть она огромная, она огромная, там столько людей, там столько всего своего хорошего, так будьте у себя дома. Зачем? Зачем вы лезете в чужую страну со своими какими-то правилами? Убиваете, насилуете? Это просто уму непостижимо, уму непостижимо, как такое может происходить сегодня. В этой связи важный вопрос, как раз он относится непосредственно к Российской Федерации, отойдём от темы немножко компании Thank You Stranger. Недавно победители Евровидения 2022 Калу Шокестра, они отказались выступать на одном из фестивалей, из-за того, что организаторы фестиваля не убрали из трек-листа и шорт-листа Нину Кравиц. Для наших зрителей, может кто-то не знает, это российская диджей. Я тоже не знаю. Получился вот такой, ну, я не думаю, что это проблема, на самом деле, вы знаете. Исходя из вашего влияния на украинский рынок шоу-бизнеса, на европейский рынок шоу-бизнеса, это абсолютно не проблема. Россиянка Нина Кравиц, она за всё время войны так и не решилась осудить кровопролитие в Украине. Вот это такой cancel culture, который происходит сейчас в каком-то аспекте в отношении российских звёзд. Как вы к нему непосредственно относитесь, ко всем причём, к российским звёздам? Смотрите, для меня, опять-таки, я буду говорить про свой опыт, про свой опыт, про, знаете, как говорил мой дедушка, себя смотри. Я буду начинать всегда с себя. Мои ситуации немножко другие. То есть я стараюсь всегда, чтобы моя команда узнавала состав мероприятия, в котором я принимаю участие, организаторы. Бывали за всё эти полгода, бывали случаи, когда мы детали не узнавали и отказывали, потому что действительно мне важно. Организаторы, сейчас я не воспринимаю людей нейтральной позиции. Ну, не воспринимаю. Ни тогда, в 2014-м, ни сейчас. То есть для меня это всё понятно. И, конечно, я стараюсь, чтобы моя команда всегда узнавала, опять-таки, состав организаторов. И важно, тут же даже уже речь не о национальности, понимаете, а речь о позиции. Потому что очень важно, очень важно разделять для меня лично сцену с людьми, которым мне не нужно ничего объяснять, которым мне не нужно отвечать на глупые вопросы или там вдруг которые начинают говорить фразами из стельчика, пропагандистскими фразами, типа там «А где вы были восемь лет?» и вот это вот всё. Вот мне бы не хотелось. Я бы хотела дистанцироваться от этого. Я бы хотела направить своё время и энергию для людей, на людей, которые понимают, которым это нужно и которые вообще могут помочь. если вы мне не можете помочь, потому что моя страна каждую секунду сейчас считает, и потому что это идёт всё действительно уже идёт на минуты, каждую минуту гибнут люди. «Если вы не можете мне помочь, я не хочу помогать вам». Ну, вот так. Вот так сейчас звучит вопрос, потому что я хочу быть полезна там, где меня понимают, там, где разделяют нашу беду, понимаете? Поэтому даже не знаю, как это комментировать. если там организаторы не определились, артисты не определились, тогда, может, действительно оно и не стоит. Организаторы назвали просьбу Калу Шокестра, я сейчас зацитирую, «зачистка сцены». Вот так. Ну, мне, честно говоря, мне кажется, вот такая фраза, она говорит сама за себя, исходя из ваших слов. Сами ответили на вопрос, потому что, стоит ли идти туда дальше? Нет. Логично. Давайте вернемся тогда к теме поддержки. Наверное, нет. К теме поддержки вернемся? Бывают ситуации, где, наверное, все равно так или иначе пересекаемся. Но опять-таки, я же говорю, что пересекаемся в городах, в странах. Ты же, что делать? Вот. Но надо нести свою правду, надо нести ее до конца. Один из способов это NFT-проект международный, который называется «We are Ukraine». Мы можем сейчас показать сайт этого NFT-проекта и сами NFT. Вот перед интервью с вами еще раз зашел ознакомиться, там осталось два айтема из-за целого проекта. Если мне не изменяет память, почти была под 15. Сейчас мы покажем, как раз, какие айтемы остались. Вот конкретно из этого сайта «We are Ukraine NFTs» «Львов и Винница». «Львов, Винница». Вот это те айтемы, которые сейчас есть на сайте также во время нашего с вами разговора. Я просто, почему я обращаю внимание наших зрителей на это? 14 850 цифровых коллекционных предметов эта коллекция насчитывала. Да, 14 000 предметов и я, в свою очередь, тоже хотела, чтобы не просто человек, который покупает вот эту открытку, это NFT, как это правильно сказать? Часть этой NFT, токен. Для себя еще получил добавок песню, но не просто песню. Я сделала такой небольшой ресерч, поиск народной украинской песни «Север», «Запад», «Крым», в котором хотелось найти народную песню, уникальную, редко исполняемую, в которой каждый человек нашел редко исполняемую песню народную с определенной историей. Я ее записала, и этот человек будет обладателем вот такой вот уникальной версии. А в чем цель подобного проекта «We are Ukraine»? Это также способ благодарности, либо… Можете детальнее рассказать? Это и способ благодарности, это и способ рассказать о нашей культуре, языке, музыке. Это то, что сейчас, можно сказать, опять-таки, продолжает культурный фронт, потому что он не менее важный сейчас, чем, опять-таки, тот же боевой, скажем так, потому что мы действительно люди искусства, мы должны, мы должны, мы должны рассказать всему миру о том, что мы существуем, о том, что наша культура и наш язык, он другой, уникальный, каждая, каждая песня, полторы тысячи песен народных я практически прослушала перед тем, как спеть эти две, поэтому это огромное наследие, которым хочется поделиться. Знаете, Джамала, я скажу вам огромнейшее спасибо, я один из тех десятков миллионов украинцев, которые вам говорят огромное спасибо за вашу ежедневную работу, за то, что вы делаете, за те проекты, которые будут и осенью, в будущем, если не ошибаюсь, танцы со звездами в Польше, где вы также будете проводить проекты в поддержку в Польше, в Варшаве, и очень готовлюсь к танцам, потому что это первый раз в жизни в истории и в моей, и в танцах со звездами, что самое важное, потому что «Dancing with the Star» это абсолютно международный проект, и всё, что мы делаем здесь сейчас, они должны были утверждать с офисом британским, поэтому то, что они пошли «BallSat», канал «BallSat Foundation» пошли на то, что это не просто для меня участие в танцах, и действительно для меня есть очень большая мотивация, потому что все деньги, которые будут собираться с СМС-голосования за нашу пару с польским танцористом, будут идти на помощь украинцам, которые постраждали от российской агрессии, поэтому у меня очень серьёзная мотивация и показать себя хорошо и на паркете, потому что не хочется, чтобы опять-таки это вызывало, ну, то есть, чтобы не было жалости там условно, да, скажем, чтобы меня судили по моим талантам, по моим танцам и профессионализму, а это в свою очередь мне позволяло продолжать участие и собирать деньги. Спасибо вам огромное и спасибо за сегодняшний разговор. Напомню, Джамала была с нами на связи, украинская певица, сонграйтер, информационный марафон Freedom продолжается, оставайтесь вместе с нами.